Лекция номер 5. Минцина феодального строя. Основные достижения, направления и представители. В Византии явилась прямой наследницей античной культуры. Она оберегала и сохранила эту культуру в те века, когда Западная Европа была во власти варварских племен и находилась в состоянии экономического и культурного упадка. В IX-XI веках Византия выделялась по своей культуре и в X веке была самой культурной страной мира. Крупнейшим культурным центром на востоке Европы. Византийская империя просуществовала на протяжении тысячи лет дольше Западной Римской империи и только в середине XV века ее завоевали турки-османы. Византия сохранила древнюю культуру античного мира и передавала ее другим народам, содействуя возрождению культуры в Западной Европе. Византия сохранила среди других культурных достижений – древнегреческую и римскую медицину. Врачи Византии были хорошо знакомы с произведениями древних врачей Греции и Рима. Например, врач византийского императа Юлиана, отступника, в IV веке до н.э. собрал греческую медицину и литературу и составил обширную медицинскую энциклопедию, которую он назвал «Свод» или «Синопсис». В 70 томах, содержащую обширные выписки и сочинения древних врачей. Наряду с извлечениями из работ различных авторов, Арибаси включил в свод и собственные выводы и обобщения. Подробно Арибасию, работавшей в Византийской империи Аэцей и Александр Тральский, Павел Эгинский, были энциклопедистами, составителями больших сочинений, в которых они собрали и систематизировали богатое наследие античной медицины. Это составляет крупную историческую заслугу византийских ученых. Многие из произведений древности, вошедшие в эти энциклопедические труды, в оригиналах погибли, к сожалению, и дошли до настоящего времени. Павел Эгинский был крупным хирургом раннего средневековья. Он занимался акушерством. Его энциклопедический труд пользовался большим авторитетом у врачей различных специальностей. К середине IX века в Византии возникла высшая школа, где наряду с философией, математикой, астрономией, филологией преподавались также и медицины. Подготовка врачей до того, носившая индивидуально-ремесленный характер, в Византии стала задачей научно-учебного учреждения. Причем обучение медицине было тесно связано с обучением другим наукам. Значительное развитие медицины получило развитие в мусульманских феодальных государствах, так называемых арабских халифатах. С середины VII века феодальная и торговая арабская аристократия предприняла под знаменем ислама многочисленные войны. К 640 году арабами были завоеваны Палестина и Сирия. К 634 году Египет было завершено покорение арабами Ирана в конце VII века Армении и Грузии. В VIII веке арабы подчинили себе Среднюю Азию, северо-западную Индию, все северное побережье Африки, включая Перенецкие полуостры. Господство арабов и их государства халифаты существовали до XII-XIII веков. Единое огромное арабское государство просуществовало недолго и разделилось на западный халифат с центром Кордобия и восточный халифат с центром Багдаде. Однако экономическое и культурное сообщение об общении народов, объединенных арабскими халифатами, сохранилось в течение пяти столетий. Обширная торговля способствовала развитию в арабских халифатах разносторонней хозяйственной деятельности. Экономический расцвет, развитие торговли и промышленности в странах Востока способствовали развитию различных областей знаний. В связи с запросами торговли, мореплавания, земледелия, промышленности развивались география, астрономия, математика, химия, ботаника. Большого развития в арабском халифате достигла химия. Ученые стран Востока продолжали путь ряду позднейших открытий, хотя и ставили себе подчас фантастические задачи, например, влияние алхимии. Восточные химики должны были удовлетворять хозяйственно-производственным запросам своего времени, в частности, в связи с горными промыслами, участвовать в добывании, обработке металлов, серы, ртути и других работах. Они впервые сконструировали и ввели в употребление перегонный куб, водяную баню и другие общепотребительные в настоящее время предметы оборудования химической лаборатории. Они же ввели дистилляцию, фильтрование и прочее. Так, ученый Джабир Аль-Джебр, известный герой под именем Гебера, в 8-9 века получил серную и азотную кислоты, нитрат серебра, хлорную, ртуть и другие. Наравне с философией, математикой и естественными науками медицина составляла часть общего образования ученых в арабских халифатах. Большую роль в развитии медицинских знаний играли комментаторы и переводчики медицинской литературы с арабского, латинский язык, универсальный научный язык. Переводчики эти арабы сделали достоянием европейского научного мира труды врачей Востока, а также сохранившиеся на Востоке наследие классиков античной медицины и забытой в Европе. Врачи в арабских халифатах сыграли большую роль в сохранении ценного наследия медицины Древнего мира, в первую очередь античной Греции, а также Индии и других стран. В то же время они самостоятельно развили и дальше разрабатывали медицинские знания. Медицина народов Востока, также Индии и других стран, арабских времен халифатов, сохранила и распространила греческую медицину, приблизила медицину к природе, естественным наукам. Она способствовала разработке теоретической и практической медицины, ввела множество лекарственных средств в практику, усовершенствовала приготовление лекарственных препаратов. В странах Востока, в крупных городах были большие больницы. Вслед за больницами в странах Востока впервые появились аптеки. Развитие аптечного дела, как лекарство ведения, тесно связано с достижением ученых Востока в области химии. Преследуя в первую очередь практические цели больницы и аптеки, оказывали большое влияние на развитие медицинских знаний. Там были специальные должностные лица по наблюдению за врачами, антисептиками и аптеками. Периодом наибольшего развития и расцвета медицины народа Востока времен арабских халифатов были 10 и 11 века. Величайшими представителями этого периода были Ар-Разин и Бн-Сина, или Авиценна. Ар-Рази, известный в Европе под именем Разес, был основателем больниц в Багдаде. Интересное предание о способе, каким Ар-Рази выбирал место наиболее подходящее для постройки больницы. Он развешивал куски мяса в разных частях города и наблюдал, где оно дольше сохраняется, не загнивает. Это место он считал наиболее здоровым и следовательно подходящим для постройки лечебного заведения. Как и во многих больницах Востока, при Багдадской больнице была школа врачей, которая также руководил Ар-Рази. Ар-Рази описал течение заболеваний, симптомов, лечения, отличия оспы и кори. Он опубликовал более 200 трудов. Наибольшее значение имеет его труд об оспе и коре. В соответствии с господствовавшими тогда формами одного заболевания и гуморальной патологией, он считал, что обе болезни разными формами одного заболевания, зависящими от различного сочетания сока в организме. Ар-Рази знал о невосприимчивости к повторному заболеванию оспы и применял вариоляцию, то есть прививку здоровым содержимое оспенных пустов. Среди детально разработанных мер по уходу за больными ребенком, Ар-Рази указывал на уход за ртом и зевом, рекомендуя полоскание подкисленной водой, осторожное промывание глаз. Будучи знаком с химией, Ар-Рази на обезьянах исследовал действия лекарственных препаратов. В области хирургии Ар-Рази написал и описал инструмент для излечения инородных тел из глотки, и один из первых начал применять вату при перевязках, нитки из кишок барана для зашивания ран брюшной полости. Ар-Рази написал обширные медицинские руководства, например, всеобъемлющая книга по медицине в 25 томах и медицинская книга в 10 томах, энциклопедические по содержанию. Ему принадлежат сочинения на частные темы, в которых проявился его разносторонний интерес к различным медицинским проблемам. Так им были написаны работы. Один врач не может лечить все болезни. О значении специализации врачей. Легкие болезни могут быть трудноизлечимы и другие. Специально для нуждающихся пациентов им была написана книга для тех, у кого нет врача или о медицине бедных. Книги Ар-Рази долго служили учебниками для медицинских факультетов и средневековых университетов Западной Европы. Следующим представителем этого периода являются Ау Али Эвцина или Ави Цена. Наиболее известным представителем врачей. Это крупнейший врач Средневековья и один из наиболее выдающихся врачей мировой истории. Он родился в 980 году в селении Авшана близ города Бухары. В пятилетнем возрасте родители перевезли его в Бухару, где началось его образование и познание различных дисциплин. От учителей из книг богатой Бухарской библиотеки Ави Цена получил все известные к тому времени знания. Однако глубже и основательнее всего Ави Цена изучал медицину. Продиктованная им автобиография, он говорил, «Я занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями больных, что научило меня многим приемам лечения, которые нельзя найти в книгах». Удачно начавшаяся в Бухаре врачебная деятельность Ави Цены прервалась. Правившая в Бухаре династия Саманидов была свергнута, и Ави Цена был вынужден уйти в Хорезм, где встретился со знаменитым ученым того времени Беруни, следующим врачом Абу Хасан Хамароми и другими. Пребывание в Хорезме совпало с расцветом творческой научной деятельности Ави Цены. Но Хорезму угрожал свирепый завоеватель-султан Махмуд Глазвини, и Ави Цена сбежал из Хорезмы и все последующие годы провел в скитаниях по разным городам. При Каспии и Иране. За свои воззрения Ави Цена многократно подвергался преследованиям и заключениям в тюрьму. Но всюду Ави Цена продолжал научную и врачебную деятельность. В 1037 году, в возрасте 57 лет, Ави Цена умер в Хамадане, в Иране, где до сих пор сохранилась его могила. Для правильного понимания прошлого медицины этого периода важно уметь отделять факты от мистики, и поэтому этому также большое внимание уделял Ави Цена. Известна своими широкими взглядами в области культуры и других научных дисциплин. На этом лекция завершена. Спасибо за внимание.